Часто, когда слушала музыку в беспроводных наушниках с Bluetooth 4.0, 4.1 сталкивалась с одной проблемой. Стоило оставить смартфон в одной части дома и уйти в другую, проигрывание музыки прерывалось. Решение нашла и хочу познакомить вас с наушниками, которые поддерживают Bluetooth 5.0, а именно с гарнитурой ZOLO Liberty Plus от компании Anker. В поддержке Bluetooth 5.0 есть куча плюсов – это и энергосбережение, и радиус действия не 10, а 40 метров и многое другое. Но обо всем по порядку и начнем с дизайна. Я бы сказала, что Liberty Plus выглядят весьма необычно. Такие круглые и пухлые, но весьма компактные и удобные. Наушники выполнены в пластиковом корпусе со вставками матового прорезиненного материала. В центре двух чаш находятся глянцевые панели с логотипом бренда, которые являются кнопками управления. Начать проигрывание и поставить трек на паузу можно одним кликом. Длинным нажатием переключить песню, а двойной клик вызывает голосового ассистента. Siri, Amazon Alexa, Google Ассистент и Microsoft Cortana. На моей памяти это первые наушники, которые работают с таким количеством помощников. Микрофон в гарнитуре находится в правой чаше. Могу сказать, что разговаривать в них было вполне комфортно, без лишних шумов. В комплекте с наушниками поставляются ярко-желтый USB кабель, амбушюры разных размеров, пара фиксаторов и металлический кейс, который к тому же является док-станцией. Он с магнитным доводчиком еще вот так прикольно закрывается. Кейс не маленький, но это было сделано в целях увеличения автономности самих наушников. К тому же гарнитура с автоматическим включением. Достаете из кейса, включается, возвращаете обратно, наушники отключаются. Anker называет эту технологию Push and Go. А теперь поговорим о самом главном – звуке. Фишкой ZOLO Liberty Plus стали композитные мембраны, которые на 95% состоят из графена. Этот материал не только раз в 100 прочнее стали, но и меньше по весу. Anker утверждает, что использование графена сделало звук более качественным и улучшило спектр частот. Что по факту? Меня звучание Liberty Plus приятно удивило. Во-первых, они реально громкие. Лично для меня оптимальным было прослушивание на 70-80%. Во-вторых, слушала я рок, дип, клубную музыку. Все стили и направления они проигрывали классно. Никаких завалов, есть тут нижние, средние и верхние частоты. Ощутимы басы, чистый вокал и все это при хорошей шумоизоляции. А если во время прослушивания музыки все-таки нужно слышать окружающие звуки – просто используйте режим прозрачности. При его включении активируется микрофон, который будет передавать в ухо все, что улавливает вокруг. Это актуально в местах с оживленным транспортным движением или при беге. Еще наушники надежно фиксируются, а значит не выпадут даже при активных занятиях спортом. К тому же уровень влагозащиты такой, что можно не бояться попасть под дождь или даже ливень. Беспрерывно на среднем уровне громкости они проработали у меня где-то 3,5 часа. А вот если периодически дозаряжать в кейсе, то заряда гарнитуры хватит на 2 дня. Следить за состоянием аккумулятора, да и за наушниками в целом удобно в приложении ZOLO Live. Там же можно настроить режим прозрачности, функцию голосового помощника, подкрутить эквалайзер и даже найти потерянные наушники – это прикольно. И вообще, если сравнивать с предыдущей моделью, то производители сделали большой шаг вперед. Младшие ZOLO Liberty поддерживали Bluetooth 4.2, их заряда аккумулятора хватало на сутки, не было режима прозрачности и приложения. Что ж, подведем итоги. Звучание меня порадовало, классное. Как по мне, они смогут создать здоровую конкуренцию наушникам именитых брендов. Огромным плюсом стала поддержка Bluetooth 5.0. Влагозащита, хорошая автономность и удобная прога ZOLO Live. Она, кстати, есть и для Android, и для iOS. К тому же на рынке наушники доступны в двух цветах – белом и черном. Да, кейс великоват, но не критично, если учитывать время их работы с периодической подзарядкой. Напишите в комментариях, как вам ZOLO Liberty Plus и пользуетесь ли вы вообще беспроводными наушниками. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик. А также смотрите обзор на портативную акустику Anker и как выбрать портативную колонку. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok